Как я сказал, где-то в 98-м году я познакомился с этим пророком Василием, и еще был такой у нас миссионер Дэвид Дэвид, Савель, уже дедушка. Дэвид научил Васю, ну и как бы я с обоими ими общался, я услышал о них о духовной войне, вот первый раз. И я увидел, как он ходит, молится где-то, что-то видит, какие-то духи, думаю, ну интересно. И потом 99-й год, и на тот момент уже лет, наверное, 10 крымские татары возвращались в Крым. Вот после того, как были депортированы, там еще стали после войны, они стали возвращаться. И, конечно, они приносили ислам, культуру ислама, их очень много стало возвращаться. И из-за того, что они вернулись, а, конечно, там, где они жили, уже живут другие люди, ну много лет, и у них не было особо, ну как ничего не было, они начали захватывать землю. Ну вот самовольно просто захватывать там поле и строить себе дома. И из-за этого постоянный был конфликт с властями. Но они, как народ, очень такие единые были, очень такой сплоченные. И они выходили все время на демонстрации, дрались с милицией, и их стали бояться власти. Потому что, я помню, еще с детства все время какие-то драки, они там, ну, в центре города бьют милиционеров, и они не могли справиться с ними. В общем, милиция тогда, когда еще так оружие не применяли, как сейчас могут применить, в основном дубинки были и все. И они, таким вот, получается, таким дерзким, наглым путем, они очень много земель, в основном, конечно, не где-то там в степи, такие именно, вот, у моря такое, вот, такие хорошие места. Позанимали, они подключались потом, ну, к электрическу самовольно ничего не платили. И когда приходили, они могли, там, и, ну, побить, и как далее. В общем, получается, таком вот, вот такое вот состояние было. И 99-й год, каждый год, 18-го мая, они отмечали этот день депортации. И в этот день на площади Симферополя, вот, где я живу, собирались вот со всех регионов Крыма, у них митинг был там, ну, тысячи и тысячи, если что так. И 99-й год, они планировали, ну, что-то грандиозное там намечалось, они опять хотели чего-то от властей, я не помню точно, чего. В общем, в течение недели, получается, со всех городов Крыма пешком шли вот колонны крымских татар, в основном мужчины, у них такие были повязки тут на лбу, они кричали «Аллах, Агбар!» и вот это они такие шли на Симферополь, туда. Ну, чтобы 18-го мая попасть. То есть очень-таки агрессивно настроены были. Много, конечно, там из Турции приезжали вот этих миссионеров ислама, чтобы вот это все подогревать, всю эту вот, ну, идею. И кто-то из верующих, он имел общение с главным миссионером города, и даже этот миссионер, он сказал, пожалуйста, передайте церквям, чтобы молились, потому что мы ждем кровопролитий серьезных вот на этот день, что будет, ну, бойня будет с ними. И тогда с Украины стянули весь ОМОН, там ОМОН был со всей Украины в Симферополь. И я помню, что стояли даже вот эти БТРы прямо на улицах, то есть армия, ОМОН, все стянули, что возможно, чтобы, ну, готовились к столкновениям. И вот этот вот миссионер Дэвид и Вася, они организовали автобус молитвенный. То есть они арендовали такой карус, и все, кто одну хотел, мы пришли, и неделю мы ездили по всему Крыму с молитвами. И мы поехали, ну, там, день туда, бывало, что ночевали где-то, и потом на следующий день еще куда-то и возвращались. Ну, в основном в Симферополь старались вернуться, и на следующий день опять. И вот это вот первый был опыт, я увидел, то есть как люди... И тогда еще приехали какие-то, ну, в общем, как бы войны собрались, а мы такие были, просто, как бы, смотрели за все. Что такое пророческие действия узнали, а потом, ну, буду делиться за эту тему. И неделю мы ездили в основном какие-то места, связанные вот с исламом, вот с первой мечеть в Крыму, которая когда-то была. Вот такие вот именно посещали, делали причастие, молились, молились за крымских татар. И тогда, я помню, что с детства у нас как-то так настраивались, настраивали наши татары неплохие, что вот они поприезжали, и вот это вот качают права. И я с детства, естественно, все впитывал, рос, и такая была предвзятость. Но пока мы ездили, Господь так сильно, именно такая любовь к ним пришла, передать не мог. Я смотрел, и тебя на этот бар, и мне просто, значит, ну, просто любишь. Ты видишь, что это те же самые люди. И Бог, ну, он потом научил, что надо отделять духов от людей, что мы не воюем с татарами, мы не воюем с людьми. Люди, они под гнетом духа. Надо в войне это понимать, что война, она против духов, а не против людей. Люди, из-за них Иисус умер, да. И неделя, значит, прошла, молитва закончилась. Они собрались в Симферополе, около ста тысяч, что-то там такое было. Ну, там море просто. Море, и ничего не произошло. То есть не было никаких драк, никаких конфликтов. И они раз, пошумели, покричали, и разошлись. И я тогда, ну, тогда я увидел, что есть сила вообще в духовной брани. То есть первое такое, мы еще ничего не делали. Все, Вася уже по своим делам, Дэвид, по своим. Все разъехались, а мы-то взяли эту эстафету. И мы начали вот это ездить, молиться, какие-то места продолжили. Колышки забивать, потом расскажу про колышки. Делать причастие. Потом как-то мы молились на какую-то гору, пошли молиться. И я смотрю, ребята на велосипедах горных проехали. Я говорю, слушай, вот бы нам бы велосипеды, мы, представляешь, ездили бы, не ходили, а ездили бы. Это быстрее было, больше мест бы посетили. И я пошел, пацаны, сколько они стоят, и понял, да, какие велосипеды, какая цена. Начали молиться. Господи, дай велосипеды нам, если можешь. Ну, это выглядело невозможно, они дорогие были. И такое слово я получаю. У вас будет столько велосипедов, что вы не будете знать, куда их девать. Я думаю, окей, хорошо, верю. Ну, такая, да, как всегда, до Господа все такое приходит грандиозно. Да, хорошо, ну, стали держаться за эту мысль. Ну, потом, Дэвид тоже где-то это услышал от меня. Говорит, брат Юрий, американец, по-русски. Я нашел вам велосипеды. И нам прислали целый контейнер, значит, с Ирландии, по-моему. Каких-то старых, таких, знаете, вот еще первые велосипеды такие, без амортизации. Вот целый контейнер, там и детские, и какие-то спортивные. Мы, значит, ну, что восстановили какие-то для себя, что-то повосстанавливали, пораздавали там, ну, нуждающимся. Ну, и такие, конечно, они такие старенькие, все такое, ну, уже доподобное немножко было. Но ездить, начали ездить. И мы назвали эту группу МОБАР, Молитвенный отряд быстрого реагирования. МОБАР. И, ну, раза два в неделю точно мы куда-то выезжали для молитвы, ну, по горам, в основном-то, горные велосипеды где-то. Ну, такие места далекие, где-то вот Бог показывал, там, через историю или через откровение какие-то посещать места, молиться. Начали ездить, потом познакомились с какими-то американцами, верующими на горных велосипедах. Такая есть организация. Они нам прислали несколько великов, бэушных, но уже таких хороших. Ну, мы пересели на эти, и эти подарили, там, пасторам в селах старенькие. Потом эти американцы приехали к нам, купили, ну, покататься. Купили тут все велосипеды и все оставили потом нам. И мы уже на таких хороших, и в итоге, знаете, сколько, где-то я посчитал, 30 велосипедов мы раздали. Вот, пасторам, служителям, кто по селам, ну, сдался. И еще осталось же, свои же еще штук 10 где-то было. В итоге так и получилось, что меня этот зовет, ну, кто механик наш, показывает свой сарай, и надо куда-то идти вдевать. Ну, как селедки набитые, надо куда-то... То есть Бог верен своему слову. И где-то 8 лет вот так вот мы ездили, молились по горам, бывало и в дождь, всякое. То есть шла... Духовная война была. То есть это не были такие молитвы, Боже благослови там нашу землю. То есть Бог показывал, где-то были жертвенники, где-то какие-то были войны, где-то какое-то вот места кровопролития, оккультные места. В общей сложности, я думаю, лет 10 все это шло. И плюс каждое утро у нас была молитва утренняя. То есть где-то 8 часов утра мы встречались на горе, там, возле Симферополя. Ну, в основном на великах, все передвигались, съезжались по утрам. Часик молимся, и там, кто на работу, кто на учебу. То есть каждый день зимой, когда всем холодно, дома, да, делали. То есть все вот это вот, лет 10 шла такая интенсивная молитва, духовная война. Постоянные какие-то выезды. То бывало автобус с ними поедем, бывало на велосипеде, бывало пешком. Очень часто было это в город Бог посылал, вот ходили, молились там, где здание правительства. То есть очень много такой было, как работы внешней. И одна из, конечно, таких серьезных молитв, это была против Духа Ислама. Против Духа Ислама. Не против людей, я имею в виду. Это то, что, ну, почти всегда на молитве вот это Бог побуждал, как брань шла. И выглядело так, что ничего невозможно изменить. Потому что они строили мечети, везде вот появлялись вот эти вот, ну, молитвенные дома их. И у них был, называется он Менджелис, их правительство. Оно было незаконное. То есть оно было не признано Украиной, но никто не мог с ним ничего сделать. И у них было такое место в городе, где они, ну, штаб-квартира их, или как его назвать, двухэтажный такой дом. И когда мы там молились, такой страх всегда вот приходил от этого Духа. Он как бы говорил, я никуда не уйду отсюда. И когда, ну, оттуда выходили там с бородами люди, так смотрели на нас, ну, такое как бы с презрением таким, что вы там букашки какие-то тут ползаете. И видел я такое видение на одной молитве, что люди в масках, ну, все выбрасывают с этого здания. То есть Бог показал, что он пошлет, как бы туда свой суд, просто запомните. И, то есть, из-за того, что этот Дух такой был агрессивный, дерзкий, власти боялись, никто ничего не мог делать. И выглядело так, что с этим сделать ничего нельзя будет вообще. И постепенно все как бы, ну, как бы там, ну, короче, к исламу все вот в Крыму по чуть-чуть вот начинало склоняться, что это будет доминировать. Затем настал, ну, Бог дал какие-то пункты, о чем молиться, ну, в эту сферу. Сейчас я уже могу, потом я расскажу за эти пункты, все исполнено, все, что он показал, о чем молиться, как молиться за это, все, все сделано было. И какой-то один момент, какой-то один момент, я увидел этот Дух, он не был мертв, но он был как кастрирован, как это объяснить. То есть, он не мог уже воспроизводить, то есть, он был жив, но не мог воспроизводить себя. То есть, именно посредством духовной войны, ну, такая кастрация произошла для Духа. И следующая ситуация, 2014 год, то есть, Россия заходит в Крым. То есть, вот это вся, я сейчас, как местный житель, расскажу все, что происходило. Потому что, да, есть всякие там слухи и так далее. Первое, что произошло, когда вот Майдан пошел в Украине, конечно, я вот брату говорил, почему-то всегда было такое вот у христиан, особенно у христиан в Крыму, мысль, что Россия это какое-то зло с Богом. Вот так вот надо, знаете, немножко на расстоянии, вот Россия это что-то там такое плохое. Почему никто не знал, но вот что-то плохое, что-то такое, нам оно не надо точно. Не знаю почему, хотя никто из нас патриотом там Украины и не был, но было такое, что что-то плохое, что-то негативное вот там вот. У нас все хорошо, а там плохо. Вот такое было. И, значит, когда там начали рушить памятники Ленина, помните, в Украине, крымские татары, они воспряли в этот момент, потому что татары за Украину очень сильно все были. И они вышли на площадь и сказали, снести памятник, иначе мы его там снесем сами через три дня. Ну, то есть они как бы очень так ободрились, стали ходить какими-то они по городу такими отрядами со своим, у них флаг такой с буквой Т, ну, голубой флаг и буква Т. То есть, ну, такие мужчины именно десятками ходили по городу с такими флагами и что-то там, ну, провозглашали такое. А тут же, понимаете, Крым, по сути-то, он рад был, что Россия зашла, но большая часть населения была рада, вот так, если честно говоря, нравится это, не нравится. И вот один момент, мы просыпаемся утром, и везде зеленые человечки стоят. Ну, все, вот возле каждого здания, такого более-менее имеющего влияние, стоят люди с автоматами, без всяких там опознавательных знаков, в касках, масках таких, зеленые. И такие автоматы у них хорошие, не Калашникова, какие-то гранатометы там, но они все завешены были. И я, значит, с дочку взял что-то и пошел их фотографировать. У него фотоаппарат. И вот это мы ходим, но они смотрят в ноль вообще, не разговаривают ни с кем, ни на что, не реагируют, просто стоят даже. И я их фоткаю, он на меня так смотрит, я понимаю, что он стрельнет, если только ему скажут. То есть, там были люди непростые стояли, то есть, люди пришли готовые. И такая, конечно, жуткая обстановочка, потому что, ты понимаешь, что в любой момент могут начать стрелять. И я что-то думаю, слушай, что мы вылезли, поехали домой, дочки, с дочкой. А тут еще эти с флагами ходят мимо них, ну, отряды этих крымских татар. И, значит, в этот день мы вернулись, в этот день у нас есть здание правительства, такой Пентагон большой, Крыма. В этот день там что-то, я слышу по новостям, значит, собираются, кто за Россию, кто за Украину, собираются там выяснять отношения. Приходит свидетельство, идти молиться надо туда прямо. Я быстро обзвонил, мы собираемся. И вот я помню, вот этот холод уже темнеет, и мы идем туда, к зданию правительства, в каждой подворотне толпы каких-то мужиков стоят. Вот так вот, ширины гражданской, кто это, непонятно. Просто стоят готовые к чему-то. Возле здания правительства там уже была такая, ну, тысяча людей, они так как-то, вот между ними была какая-то как линия, кто за Украину там с украинскими флагами, кто за Россию с российскими стоят. И вот, и мы молимся там ходим, в общем, да, ра-ра-ра-ба, да, связываем тебя, дьявол. Ну, такое что-то, как молиться, что непонятно. Ходим в этой толпе, и я вижу, я так встал на какую-то возвышенность, сверху смотрю, и я вижу, они сходятся драться. Раз что-то там потолкались, разошлись. Ну, не зацепились. Раз опять что-то сошлись. Ну, посмотрите, какие волны. Опять что-то там покричали, разошлись. Не могут никак начать. Раз что-то сошлись, кто-то кому-то там в нос дал, и все. Ну, еще чести, конечно, лидеров этих, можно сказать, что они выбегают. Зажигали, конечно, останавливать. Ну, кто-то там с той, с той стороны пытались, чтобы не было. И вот они, я увидел, что, знаете, как спичка, которая мокрая, ты зажигаешь, она шипит и не горит. Вот что-то такое. Они вроде уже все. Уже как бы тут же, учтите, что стояли украинские воинские части, вооруженные полностью. По всему Крыму. У них были и танки, и самолеты, и все было. И тут вот эти люди с оружием. И в любом, вот, стрельнуть надо было просто начать. Потому что эти ребята, зеленые человечки, они окружили воинские части. И не давали никому ни входить, ни выходить. А в воинских частях сидят же тоже солдаты. И гранаты, и булеметы, и все есть. И, ну, честно скажу, что многие уехали сразу с Крыма. И я тоже думал, я набрал. Потому что люди сошли с ума, стали скупать, скуплять все, что можно. Зачем-то. Ты заходишь в магазин, все выкуплено. Еды, бензин приезжали почками, прямо я помню, покупать, видел лично. Скупили весь бензин. Не было бензина, не было. То есть все банкоматы не работают, чтобы понимали. То есть все как-то вот, ну, такая паника. И я тоже купил канистру бензина. Мы собрали все документы в сумочку. И вот мы, все, мы готовы там. Ждем. Когда стартанут с Украины, нам звонят. Срочно, текайте, там будет, там бойня будет. Там все, война. Бегите, пока есть возможность. А у нас дети такое, знаете, тоже, думаешь, может, действительно надо куда-то там рвануть. Ну, Господь сидеть на месте, сидеть, стоять. И, значит, мне приходит сообщение от одного человека срочно молить. А по правде сказать, я не очень был, я лично не очень был рад, что Россия в Крым заходит. Для нас же, вы помните, это какое-то зло. Вот оно пришло. Почему? Почему зло, я не знаю. Вот было такое вот. И я такой, ох, это Россия, а? Что ж такое-то? Забирают прямо из-под носа. И мне, значит, утром сообщение срочно молиться. Там Россия наступает на этот, на Крым. Надо останавливать. Останавливать в молитве. Вот там останавливаем Россию. И я выключил, я лежу, такой еще сонный. Господи, ну что мне делать? Как молиться? Я слышу местописание. Сейчас я вам его прочитаю. Я четко слышу местописание в этот момент. Так, 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 так. По-моему, это Исайя. Сейчас. Исайя. Сейчас я сейчас найду. Ну, как бы, мне было сказано, надо Путина останавливать в молитве. Вот такое слово. 48. Исайя 48. Я это слышу. Вот так сквозь сон. Исайя 48, 15. Я раз телефон, значит, вот так вот набираю. Я сказал и призвал его. Я привел его. И путь его будет благоуспешен. Представляешь, такое вот. И я понимаю, я не мог, я же как бы не очень рад. Что Бог, он сказал, я его привел, ничего вы не остановите. И я начал думать, слушай, а как такое может быть? Почему ты нас не предупредил? А Господь, знаете, сказал, разве бы вы поверили? Я сказал, нет. Никто бы в Крыму не поверил, что ты хочешь вот это сделать. Но вы сказали, точно от дьявола слово. Бог такое не может, ерунду такую сделать. Как это так? Мы всю жизнь за Украину молились, за Россию иногда. Но всю жизнь за Украину. Как это может быть? И после этого слова я серьезно начал размышлять. Господь, что ж ты делаешь? Почему это так? И мне Бог сказал, Крым – это ключ. Видели, как он выглядит? То есть, как Крым выглядит. Да, он очень похож на ключ. И он повернут в сторону России. То есть, вот здесь вот Россия начинается. И он сказал, это ключ к России. И ключ вошел в замочную скважину. И затем я слышу, как президент России в одном выступлении говорит, что, когда после они забрали уже, он говорит, что Крым имеет сакральное значение для всей России. Что такое сакральное? Это духовное. И я понял, что Бог хочет через Крым что-то открыть. Знаете, почему? Потому что мы, кто был в Крыму, мы никогда не были под духом России. Мы не были, честно, мы никогда не были патриотами ни Украины, ни России, ни России, тоже мы не патриоты. То есть, мы, как вы видите, в другом немножко. Вот кто там был. И сейчас Господь нас сюда помещает. И окончательно добил меня Господь насчет России, вот разрушив все твердыни, когда мы остались на улице, нас вырвали из зала. Ну, то, что там творилось в Крыму, это отдельная тема. Там, знаете, как для кого-то, там война для кого-то. Да. Там захватывалось все, что можно. То есть, новые порядки. И нам сказали, зал, что мы снимали, нам сказали, так, у вас сутки, вывезите всю аппаратуру, иначе все заберут. То есть, просто люди заходили масками, вот все, что есть, все забирали. То есть, ну, делилось, понимаете, все по-новому, в порядке. И мы оказались так на улице. Три месяца служения шли на улице у нас, возле речки, под тополем. Три месяца, тоже так молишься, поклоняешься, люди ходят мимо. Там кто-то раз на лошади проезжает. Такое, главное, интересно. Какая-то зона дискомфорта такого попали. Ну, потом вот нашли зал, все нормально. И вот такой период, кто-то вот на улице оказались, сразу количество людей. Ну, как всегда. То есть, кто-то сказал, у меня есть откровение, в другое место идти. Все, хватит. И покинули нас. И мы вот это стоим, денег нет, ничего нет, как жить в магазинах, пусто вообще. И вот тогда вот с России мне написал человек, говорит, я вам хочу высылать денег. Нам, чтобы вы знали, никто не высылал нам когда денег на тот народ. С России, незнакомый человек верующий прислал. Думаю, ладно, хорошо. Я получил. Через неделю другие, это был Ростов, Адрия, Сыктывкар, пишут. Мы хотим ему высылать денег. Кто это вообще? Смотрю, ВКонтакте, никогда не общались даже. Нам вот такое побуждение. И там присылают кусту, мы, ну, не было такого. Мы жили так, скромненько очень. Я когда получил, иду и говорю, Женя, слушай, какой-то подвох какой-то. Что-то такое вообще. С чего вдруг. Значит, несколько дней проходит, и говорит, еще хотим прислать. И я уже испугался, думал, что-то разводят, знаете, потом как это выпишут тебе. Типа получал-получал, право-право. И я понял, ну, когда это все произошло, я понял, что именно церковь России протянула нам руку. Помощь. И мы сейчас можем или взять, или как бы продолжать, что Россия это зло. И я понял, вау, да тут же живут наши братья и сестры. Что за глупости мы верим, да? И вот через это Господь разрушил эту твердыню, которая, оказывается, была, хоть мы ее не замечали. И нравится, не нравится кому-то, я знаю, что это Божья воля то, что случилось. Это Божья воля. То, что Крым вошел в Россию. И потом, сейчас уже, когда этот мост сделали, я понял, все, ключ, ключ начал работу. Может быть, я не знаю, понятно, они же не понимают, что делают до конца. Они исполняют волю Божью, сами того не осознавая. Но вот то, что схватили, это совершенно другой эффект будет, оказывать. То есть ключ он маленький, Крым он маленький такой. Ключ маленький, но он может открыть большую дверцу. Но суть в чем, речь-то о духовной войне, да, сейчас? Суть в чем? Я начал, когда копать историю Крыма, вы знаете, что в Крыму жили скифы. Скифы, ну вот эти воинственные скифы, царственные. И они жили не только в Крыму, они жили Крым и восточная часть Украины, Донецк и Луганск. То есть вот где они жили. Это были воины, они поклонялись мечу, то есть они втыкали меч и поклонялись ему как Богу на всяком месте. То есть они обжигали лица себе, чтобы быть страшными, ну в битву, чтобы наводить ужас на врагов. То есть это были именно люди войны, которые проливали кровь очень сильно, приносили в жертву пленников, там какой-то у них закон был. Каждый какой-то по счету пленник, он принадлежал Богу войны вот этому. И они жили Крым и восточная вот эта Украина. Я почитал историю вот за Булганск, Донецк, там все эти тоже, вот как у нас и в Крыму, остались места, где они обитали, их города. У нас прямо внутри Симферополя, в центре, вот этот Неапольский, то есть гора, где мы каждое утро молились-то и ходили на этот Неапольский. И там тоже какие-то руины пошли, там саркофаги этого царя скифского. И это были, они поклонялись Богу войны, войны. И потом мне Бог показал, что то, что хотел сделать сатана, это то, чтобы в Крыму была война, как сейчас она идет, Луганский, Донецк. Вот что должно было быть у нас. У нас потенциал был больше для войны, чем там. То есть у нас было очень, вот то есть в основном крымско-татарское население, они хотели, чтобы за Украину остаться. Но я хочу сказать вам вот что, если бы Крым не стал российский, он бы стал исламский сегодня. Когда мы ехали, мы съездили на Украину уже после этих событий, и вы въезжаете в Крым, то со стороны Украины висит большой бигборд. Добро пожаловать в татарскую автономную республику. То есть они, им Украина уже де юра отдала. Крым как это ваше. Ну, фактически, да, естественно, уже чье это. Затем я иду на этого места, где эти, венчилист был. И там стоят ребята в масках, как я видел, то есть что так, снимают флаги эти ихние. То есть все, ну, не знаю, спецназ, ОМОН, выселяют. То есть, что сделала Россия? Она в два счета, ну, она сломала хребет вот этому духу. Они взяли всех сильных и сразу их выгнали из Крыма, убрали. То есть они поставили своих людей. И сейчас ислам, знаете, какой у нас в Крыму? Вот такой вот, как зайчик. Он ходит вот так. То есть им разрешают там поклоняться, все. Но никто пикнуть боится. Медведь посильнее зашел, чем туду. Я не говорю, что это хорошее. Но он зашел. И впервые, вот за все годы, что я в Крыму живу, на 18 мая никто не выходит на митинге. Помните, что я говорю? Никого. Все. То есть дух, он никуда не делся, но он силы не имеет уже. И потом уже Господь не открыл, что это то, что хотел сделать враг. Он хотел, чтобы война была, то есть чтобы текла кровь. Это всегда его выбор. Это всегда его приоритет, чтобы пришла война, чтобы гибли люди. Потому что смерть – это быстро дорога в ад. То есть там, где война, там жатва идет, косит смерть людей. Люди не могут покаяться, не успевают. Они уходят чук-чук пачками. Поэтому если есть возможность разжечь войну, враг это всегда будет делать. Он нас не пожалеет никого. И Бог сказал, потому что, это мое, опять же, можете верить, не верить, потому что совершалась духовная война, физическая война не смогла произойти. Но то, что произошло в Донецке, вот, где враг смог вылезти, вылезли эти древние духи смерти, вот, которым поклонялись скифы. Потому что вся эта земля была посвящена этому духу через кровь. И если церковь, я тоже такое вот получил, если церковь проигрывает духовную войну, начинается физическая война. И этот дух вылез, чтобы взять свое. Эта земля ему принадлежала, была посвящена людьми. И мы, как церковь, можем это посвящение разрушить через кровь Иисуса, посвятив свою землю Богу. Но это надо делать. В основном, ну, кто не знает, в Донецке, за счет Луганской зоны, Донецк, ну, это... Вы когда сталкивались с христианской мафией? Нет. Вот есть ОПГ, да? А есть христианская ОПГ. Организованная там праведная группировка. Мы когда... Ну, и мы ушли из Союза легко, с украинского. Мы сказали, до свидания, мы уходим. Мы вас не отпускаем. А я пишу, мы не спрашиваем разрешения, мы уходим. А отец мой, вот Рэба Юзер, он был там в руководстве этого Союза. Попал, ну, дослужился же. За Крым там, смотрящий над Крымом. И когда он сказал, что он уходит, приехала банда верующих братьев. Ну, кажется, мы такие все братья и сестры. Они забрали все, что могли. И один сказал, он говорит, ты еще легко отделался. Спасибо, типа, что еще не вломили. То есть есть мафия христианская. Вот у нас в Украине самая сильная мафия бандитская была в Донецке. И христианская тоже там была самая сильная. То есть там вот это все, бабки. Там тебе пастор построил дворец такой. Ну, дворец, знаете. Вот можно дом построить, а можно дворец. Со львами там все-все. Пастор, церковь. Вот он там жил во дворце. У нас на Украине один себе два построил. Зачем? Два пятиэтажных дворца себе построил. Рядом! Ну, что тебе мало? Представляешь, ну, жили ты в одном. Ну, это уже вот с головой что-то не то начинается. Я думаю, ну, ты ж палишься. Ну, хоть бы там, да? Купи себе это в Италии, чтобы никто не знал, да? Ну, знаешь, такой вот пастор два пятиэтажных дома у него рядом в одном участке. Это глупость уже. Это вот уже вот от денег уже, когда вот здесь ум за разом. И пришел суд. Я верю, что эти духи в Донецке, Луганске вылезли. Это вот эти вот духи войны, которым все было посвящено все эти, ну, столетиями. Они ждали, они спали. И сейчас они вылезли. Они хотели и в Крыму это сделать сто процентов. Стравить, чтобы стреляли, убивали. Ну, как это вот, сами подумайте, как может быть, что в Крыму стоят воинские части, они сели на поезд и уехали? Ну, что это, ну, как это вообще? Ни выстрела, ни какого-то даже попытки сопротивления. Им просто сказали, езжайте. Хорошо, сели и уехали. То есть, очень много сверхъестественных. Я считаю, что это один из плодов духовной войны. Это то, что там не началась вот эта вот бойня. Потому что кто-то может сказать, ну, это что-то такое, предположение. Вот, сейчас есть Донецк и Луганск. И если у вас есть знакомые, вы знаете, как там жить. У нас есть знакомые. И мы говорим, как? Говорит, каждый почти все время слышишь взрывы. Почти все время, и все время думаешь, ну, обзваниваешь, как у вас утром, обзваниваешь знакомых и родственников. Ничего там, все нормально, не прилетело, ничего. И люди, конечно, ну, это ужас, то, что там происходит. И решения никого не видно. Поэтому мы, мы, мы не патриоты стран. Мы патриоты неба. Неба. Мы не принадлежим уже к народу. Мы принадлежим к царственному священству. Мы странники и пришельцы на этой земле. Наше призвание не жить там, где лучше, а жить там, где Господь нас помещает. Тяжелое, легкое. У нас была хорошая возможность, вот, не то, что там, я не буду хвалиться, но была возможность тернуть хорошо оттуда. У нас знакомые там в Америке, они сказали, приезжайте, живите, ход вам мы даем жить у нас. Уже построили нам комнату и туалет даже свой там, с ванной. Пока освоитесь. И, конечно, ну, как, я даже любой хочет, ну, вот в Америку сейчас как бы рванем. Как раз все для этого сделано. И я ушел перед тем, как рвануть. Надо же помолиться все-таки. Я поехал, там, уединился, молился, и Господь говорит. И он сказал так, вы можете поехать, я вас благословлю, но ты останешься в стороне от своего призвания. Вот, ты просто проживешь такую жизнь, знаешь, я говорю, а что, вот, оставаться в Крыму. И мы так сначала как-то, а потом такой мир пришел. Слушай, а что я, я что, ну, поеду, да, мне там уже даже работу нашли фотографы, в этой, фотоэтоэтоэк, какого, студия в Нью-Йорке. Ну, понимаете? В Нью-Йорке. Я уже себя там видел, именно. Ну, я потом говорю, слушай, и что? Ну, буду я фотографом об этом в Америке? И он же, да я же я счастлив никогда не буду. Я уже попробовал, что такое вот оно. Это если бы как бы никогда не пробовал дернуть, да. Но когда ты уже попробовал, что такое быть в вихре, вот в этом Галгале, и ты оказываешься в стороне, да никакая роскошь, никакая ничего, радовость не будет тебя. Более того, я верю, что, тоже этим делился как-то, сейчас на Россию смотрят, как какое-то такое место, где не очень хочется жить. Вот если, вот где-то в Европе бы там, да, ходить там по улицам этим, Америка, Европа. Многие уехали туда. Но я получил такое слово, что очень скоро Россия станет самым безопасным местом, куда люди будут текать с Америки, тех, кто туда уехал. То есть в Америке и Европе станет настолько жестко, что эмигранты наши начнут спасаться сюда бежать. Сюда. И нам их придется принять. То есть мы можем, понимаете, оказаться с вами, но вот мы, как, допустим, жители Крыма, не выезжая, у нас есть люди вот в церкви, которые никуда никогда с Крыма не выезжали всю жизнь. И он говорит, как это так, не выезжая, я три гражданства сменил. А знаете, Советский Союз, Украина, Россия. У нас же до сих пор и паспорта же украинские все есть. Мы же граждане Украины, до сих пор и России. То есть ходишь, когда едешь на Украину, не знаешь, что показать. А что сейчас показывают? Вроде нельзя, а что делать? На самые умные, знаете, как делают? Номера на машины ж нельзя, все, уже на украинских ездят, штраф. И мы все переделывали на российские. Но в Украине-то мы числимся все, что мы их не... И самые умные, они сделали и те, и те. Подъезжают, поменяли. Поехали, свои. Сюда подъезжают, поменяли, заехали. Вот так как-то крутятся люди, вертятся. То есть мы, мы с вами, мы божьи посланники здесь, на земле. Вопрос не в том, быть на России, в Америке. Надо быть там, где Бог призвал нас. Мы, может быть, живем, может кто-то из вас живет в поселке каком-то, знаете, такой не очень, все цивилизованно. Один брат к нам приезжал, живет в такой как бы дыре, будем говорить. Дыре какой-то там, в глубинке. Я говорю, а что ты не переедешь в город под перьями где-то? Он говорит, нет, Бог сказал, вот в этой деревне ты должен быть. Я говорю, вау, вот это сильно. Конечно, рвануть в Нью-Йорк ума много не надо. А остаться вот в этой деревне, где тебе Бог сказал, стой и свети там, это сильно. За это будет награда, безусловно. Поэтому человек, я верю, служитель и человек Божий будет счастлив только в своем призвании. Только. Мы можем попасть в роскошь какую-то, она через какое-то время надоест. И придет тоска, потому что, ну, захочется в эпицентрис. Никогда это первородство нельзя менять ни на что. Его ни с чем не сравнить. Конечно, иногда ценишь то, что теряешь, но лучше не терять. Что вот касательно России. Сейчас очень много, именно вот тоже с братом, с пастором говорили, очень много свидетельств и пророчат, что здесь будет. Мы не говорим какое-то пробуждение, там, знаете, или там все покаятся. Сильные, вот это сильное поколение будет подниматься именно из России. Мы умеем жить в скудости. Это большая ценность. То есть человек, который никогда не жил в скудости, ему тяжело это понять. Как это можно без денег жить? Как без денег жить? А вспомни, как мы жили без денег. Я помню, что какое-то время, ну, просто неделю, может не быть денег, а ты живешь, ешь, там, пьешь, ездишь куда-то. Чудо! Жить без каких-то долгов, без кредитов, все это можно. То есть мы, из этих людей, я верю, Бог будет лепить вот это апостольское тело Христа. И если Он посылает, то человек, ну, то есть, вот, мы, в принципе, готовы к любым условиям жить. То есть, если мы куда-то едем, вот тут мы живем, как, ну, я живу сейчас, как царь тут, вот, там, ТЭ, номер на втором этаже. Ну, если бы здесь не было такого, что, раз бы не поехал, конечно, было бы, ну, было бы там, это, полуторга спружинная, там, ну, и хорошо, и спали бы. Ну, на полу бы, на полу бы спали, это не проблема, мы же не, не, как бы, в простоте, в разных местах спать прихочетесь. Поэтому, Бог, я верю, что, ну, сейчас я очень вдохновлен, что мы в России, честно, вот, в том смысле, что, вот, даже то, что мы здесь сегодня, я, как бы, разве могло было подумать? Какая Башкирия, у нас, я написал родичам, еду в Башкирию, он мне говорит, это в Турции где-то? Насколько, видите, далеко, это в Турции. А другие пишут, да, Башкирия, еще те турки. Так что, и вот, да, вот мы тут, вот мы тут, это же тоже Божья воля, Божий промысел. Поэтому, я верю, что, что в Крыму есть нечто, что активирует Божье предназначение в России, в том числе, они уже только все там однозначно такие, крымские, типа, важные, но важные, важные. Поэтому, вот, Бог вставил ключ, и он должен провернуться. И Тимош, это тоже крымский, извините, тоже ж местный, тоже, где он вообще рос. То, что он в ЮАР уехал, это уже потом все было. Но поднял-то его Господь здесь, и, ну, то есть, не случайно совершенно. Поэтому, ну, что сейчас в Крыму? Да, в принципе, знаете, ко всему привыкаешь. То есть, цены эти большие, санкции. У нас, уже ты так вот и рассказывал, ты не можешь там в Google Play зайти или Apple Store, все закрыто. Но все же открываем же, все. Как говорят, да ничего нельзя, но все можно, в принципе. Да, все, как бы, все санкции, ничего нет. Поэтому, ну, все, вот, люди ездят, ну, как говорят, все, им все работает. То есть, нормально, нормально, может, могло было быть хуже. Говорю, слава Богу, слава Богу, что, что мир, мир остался. Все остальное, это ерунда. Да, потому что главное, что, я верю, Бог сохранил жатву здесь. Помните, когда все побежали, один сильный Давидов встал и остановил филистимлян, и жатва, то есть, была сбережена. То есть, так или иначе, все это Божий промысел. У нас, ну, я фотку потом могу показать, Крымский банк, РНКБ. Я не знаю, что их сподвигло на это. Но мы, одну из песен, знаете, гражданской обороны, все идет по плану, мы поем на служениях. То есть, все идет по плану его, слава другие. То есть, у Бога все идет по плану всегда. И они стали эту надпись везде писать. Вот, садишься в самолет, слушай, улюбинар, там написано, все идет по плану. И там, р-бан, почему у них такой пришел, как оно, лозунг их. Везде вот это, все идет по плану. Это уже сам Господь говорит тебе, все идет по плану, не бойся, расслабься. У Бога все под контролем. Аминь. Поэтому, ну, по духовной войне, знаете, я хочу, ну, может быть, так вот, как раз, перед тем, как там закончить, потом, прочитать, ну, поделиться одним видением. Туда вам, на завтра, на размышления. Понимаете, евангелист, вот ему легко показать плоды своего служения. То есть, вот там, пять тысяч людей спасалось. Ну, все, как бы, что ты скажешь. Ну, воин, духовная война, здесь настолько сложно, вот, оценить, где плоды этой войны. И кто-то может сказать, да вы все это придумали, все это произошло не потому, что вы молились, а вот просто произошло и все. Может быть, может быть. Мы это делали всегда пред Господом, и, не знаю, он знает, что произошло, и главное, что произошло. Это видение я получил, ну, уже так достаточно лет назад. Я помню, что это был день рождения какой-то церкви в Симферополе. Я пришел, меня пригласил пастор, сидел там в первом ряду, чуть-чуть приболевший, и очень скучно было. Шли вот эти выступления какие-то, знаете, то стишки, то песню споют. Ну, день рождения, церкви такой, какие-то танцы с флажками. И я сижу с такими мыслями, ой, еще часа два, наверное. Такой вот, когда вот это все. И вот сижу, сижу, и вдруг я проваливаюсь в это видение буквально. Это очень, я смотрел это как фильм. Ну, редко такое вот у меня, редко. В основном, видение, ну, так на уровень какого-то знания приходит. А здесь именно как фильм. И, ну, это довольно, как бы, длилось в какой-то периоде. Я потом это записал, и буду зачитывать, потому что много деталей записал. Немножко, ну, более сжато, чем то, что я видел. И с тех пор я могу сказать, наверное, это самое, самое сильное видение, которое я имел в своей жизни по вот переживанию. Честно говоря, до сих пор, когда я делюсь им где-то, не так часто, мне тяжело это делать почему-то, не знаю. Ну, я постараюсь. Ну, сильно, сильно такое переживание находит, ну, острое. Что просто даже зачитывая, бывает. Ну, я думаю, нормально все будет. Это, ну, что говорить, давайте я прочитаю. Это вот это видение о войнах. Кто-то, может, где-то когда-то натыкался. Да, в ЮАР делился я как-то. Ну, я думаю, что кто-нибудь слышал, вот услышит. Я увидел огромный город. Я понял, что в этом городе восседает Иисус на престоле. И что это тот город, о котором сказано, блаженные те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город ворота. Вы, кстати, знаете, что не все войдут? Не все войдут, только победители войдут в город. А что будут многие, которые будут жить у города, во свете его. То есть, в город вообще, чтобы быть, то есть, не все будут Иисуса даже видеть. То есть, доступ к Иисусу не у всех там будет. То есть, будут те, кто будут сидеть с Ним на престоле, но будут те, которые даже в город не попадут. Поэтому победители войдут в город воротами. Город имел 12 ярусов, которые поднимались в высоту. На самом верхнем ярусе стоял престол Господа. Возле центральных ворот этого города стояло огромное множество людей и ангелов. Звучала торжественная музыка. Люди и ангелы ликовали и пели. Я понял, что эти люди и ангелы, это те, о которых говорится в Писании. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу. Кстати, судьи всех Богу. Вы заметьте, они именно к судье, он сказал, вы приступили. Не к славе, не к слову, к судье. Что-то мы должны взять в этом. И к духам праведников, достигших совершенства. Поэтому, когда закидывают, что вы там с духами? Так вот написано же. Вы приступили к духам праведников. Есть, знаете, такие местописания острые, об них порезаться можно. Поэтому надо осторожнее. Было очевидно, что собравшиеся у ворот чего-то ожидают. От ворот города за горизонт уходила широкая дорога. Затем я увидел, как на горизонте появилось некоторое движение. Кто-то шел по дороге к городу. Это были толпы людей. Первыми шли колонны детей. Колонны детей разных возрастов и рас. Их было очень много. Тысячи и тысячи. Когда дети приблизились к городу, собравшиеся толпы в ворот, начали радостно кричать и приветствовать детей. В толпе кричали, это дети божьи. Когда дети подошли к воротам, их там ждали ангелы. Они распределяли детей по небольшим группам и уводили за собой в разные концы нижнего яруса города. Я понял, что на нижнем ярусе располагается что-то вроде детских садиков. И что этих детей будут взращивать до определенного возраста в этих садиках. То есть будут те, кто войдет в вечность как ребенок. Ну, то есть как дитя. Затем я увидел еще одну группу людей. Это были уже не маленькие дети, скорее молодые люди. Они шли в красивых белых одеждах, ослепительно белого цвета. В толпе кричали, это праведники. Праведников также было очень много. Когда они подошли к воротам, толпы, собравшиеся, стали петь и ликовать еще громче. Это была настоящая радость для них видеть столько праведников. Праведники пошли на второй ярус города. Как я понял, это то место, где они будут жить вечно. На втором ярусе я увидел красивые небольшие домики, достаточно светлые и уютные. Это были обители для этих праведников. После этого я видел новые и новые группы людей, приходящих в город по дороге. Все группы отличались друг от друга. Я не видел имени всех групп, но я видел евангелистов, видел учителей-пророков. Учителя-пророки несли в руках трубы и приборы песца. Каждая новая группа прибывших людей поднималась на более высший ярус города. На каждом ярусе города дома и улицы отличались от домов и улиц на других ярусах. Чем выше ярус, тем более шикарные и красивые, шикарные дома и более красивые улицы. Когда зашла последняя группа людей, казалось, что дорога была пуста до самого горизонта. Но собравшиеся у ворот не расходились, ожидая чего-то еще. Музыка начала стекать, и ликование прекратилось. Наступила полная тишина. И вдруг откуда-то издалека начали доноситься еле слышные звуки. Что-то приближалось к городу. На горизонте появилась еще одна группа людей. Начали доноситься звуки лязгания металла и тяжелые шаги марширующих людей. Со сторожевой башни города раздался крик «Войны идут!» Толпы у ворот молчали. Казалось, в толпе начался легкий трепет. Звук металла и тяжелых шагов стал приближаться. Затем я увидел идущих. Это были люди, одетые в тяжелые доспехи. Они несли большие щиты и мечи. Некоторые имели знамена. Их лица не являли ни радости, ни печали, скорее серьезность. Многие лица были как будто опаленными, опаленными. На многих лицах я видел шрамы. Там были мужчины и женщины, но решительность в их взгляде была одинаковая. Все без исключения мужчины и женщины имели в ушах серки. Также я видел, что все они имели перстни на указательных пальцах правой руки. Это был перстень печать с короной. По ним было видно, что им доводилось пережить очень многое. У всех их доспехи и щиты были покрыты царапинами и ссадинами. Я видел то, что было написано на некоторых знаменах. Молитва, терпение, агрессия, пост, ходатайство, сила, святость, царство Божье, мудрость, хвала. Я понял, это было то, за что они стояли и сражались на земле. Когда колонна воинов приблизилась к воротам, никто из собравшихся не проронил ни звука. Но все склонили головы в почтении, так как от воинов исходила слава, приносящая благоговение и трепет. Я увидел, что Господь встал с престола и спустился вниз, чтобы встретить своих воинов лично. Иисус был также частично облечен в доспехе. На его голове была корона, такая же, как на перстнях воинов. Вместе они поднялись на верхний ярус города. Когда Господь повернулся к воинам, они опустились на одно колено и сняли шлемы. Затем Иисус снял с себя корону и одел ее на голову одному из воинов. Когда Господь снял корону, то на голове воина осталась почти такая же корона, как у Иисуса, только немного меньше. Это же Господь повторил со всеми своими воинами. Я увидел красивейшие замки и дворцы на верхнем уровне города. Каждый из них был уникальным произведением искусства. Я понял, что это обители для воинов. Неожиданно некто начал мне рассказывать факты об этих воинах. Он сказал, что некоторые из них стояли в одиночку. Когда все побежали и сдались врагу, они остались и отстояли истину. Многие сражались по два-три человека против тысячи озверелых врагов. Некоторые из них были убиты раньше, чем пришла совершенная победа. Но врагу не удалось сломить и... Все они без исключения победители. Они заплатили высокую цену за эту победу. Все они претерпевали лишения скорби. Они добровольно отреклись от комфортной и спокойной жизни ради того, чтобы занять свое место на передовой. Некоторые из них принесли в жертву свои семьи, которые они могли бы иметь. Но так как битва требовала их полной отдачи, то они остались на всю жизнь одинокими. Почти все они стали изгоями. Шрамы на доспехах оставили демоны, но шрамы на теле оставили ближние. Те, кто сдался или продался врагу, ненавидели этих воинов, потому что они продолжали стоять на смерти, и это причиняло боль отступившим. Вот почему отступники очень часто вместе с демонами сражались против этих воинов. Некоторые из них практически в одиночку остановили некоторые наступательные программы дьявола, реализовав которые, сатана мог бы красть, убивать и губить в значительно больших масштабах, чем он это может делать сегодня. Я не знаю, придут ли еще другие группы в город или войны были последними. Я понял, что каждая группа символизировала определенный духовный возраст и каждая последующая группа вмещала в себя и предыдущую. Так, праведники также являлись и детьми божьими, но они возросли больше. Войны были и детьми божьими, и праведниками, и так далее. И каждая следующая группа была меньше предыдущих. Фу! И я помню, что после этого видения я так сильно заболел, очень неделю, наверное, лежал просто. И у меня так происходит почему-то, что когда какое-то сильное такое я получаю, то есть я часто заболеваю, ну, какой-то непонятный просто, как вирус, немощь, не знаю, что температура. Я всегда вспоминал, как тоже Даниил там потом лежал 10 дней, да, после, ну, то есть тело, видимо, ему тяжело, и оно как-то пух. Но именно вот что за это видение, то, что воинов, конечно, их мало, их мало, но я увидел, что как сильно Господь их ценит. и поэтому, как, конечно, воин, это не то, что кто-то призван, кто-то нет, это кто-то растет туда, то есть мы все туда возрастаем. И из-за того, что нас мало, очень часто, я помню, как мы метались, мы все время хотели, ну, такие были мысли, на мушке шаповалову податься, или еще куда-то, ну, что мы все одни? А Бог говорит, нет, 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 это не ваше, нет, стоять на месте. И, то есть, может быть, таких плодов грандиозных нет, чтобы сказать, вот мы там построили церковь такую, или там вот открыли 150 церквей, но, я знаю, Бог, Бог ценит, ценит то, что вы делаете, претерпевая ради Него. Он сказал, что кто ради меня оставит, тот получит вас сто крат более. Война, понимаете, духовная, она такая же, как и физическая, в ней нет никакого развлечения. Поэтому, когда я помню, что нам как-то говорили, ребята, вы увлекаетесь духовной войной, а я говорю, ну, это все равно, что увлекаться копанием ям, в этом нет ничего увлекательного, это не какой-то кайф там, прямо, ловить. Это серьезные вещи, не всегда они приятные, не всегда они удобные, но если Бог в это зовет, понятно, он нас не толкнет никогда, куда мы не хотим, но если он зовет, и мы отзываемся, и мы осознанно уже идем туда, в эту правильность, конечно, мы должны быть готовы, что будут, будет давить, будет давление. Что хорошо, что на одной молитве, ну, всегда, знаете, такой вот в церкви страшок гулял, вот ты посвязываешь демонов, они отомстят, придут. Знаете, такое, зачем трогать дьявол, а он потом разозлится, будет тебе, там, мстить. Ну, такое вот, оно как бы есть такое, вот, не надо нарываться, просто, не надо никуда лезть, и вас не будут трогать. Я увидел, на какую-то мы пошли молитву, и что-то мне такой страшок пришел, вот это мы сейчас тут, бомбим, а потом как нам, даст. И Господь говорит, смотри, и я вижу в духе, мы в масках, то есть враг не видит, кто это делает. Знаете, как вот эти вот маски черные, что одни глаза, что Бог иногда скрывает нас от врага, он даже не, враг даже не знает, кто его навалял там в этот момент, откуда прилетело, то есть иногда Господь может нас покрыть, нам не надо бояться. Если же он даже не покроет, значит, мы способны выдержать все эти вот ответные удары. Они могут быть. Конечно, враг нас ненавидит, он не может укусить тебя, он жену укусит, не может жену, ребенка попробует укусить, не может, знаете, уже к семье подорожать, соседей начнет будораживать, иногда за соседей приходится молиться, что они как бесы вселяются. То есть жил спокойный человек, начал бесноваться вдруг, орать там по ночам или шуметь, чтобы ты не спал. Поэтому враг, конечно, он воинов ненавидит очень сильно и презирает, и он все время на них травит, как бы, других очень часто. Я увидел, что воины, ну, они реально, вот эти вот шрамы, то есть Господь показал мне, на теле бесы не могут добраться, свои били, свои, именно в спину, вот эти, особенно на спине, там были такие шрамы у всех, что, вот именно, бесы они могут вот это, по доспехам долбить, но свои, да, свои бьют намного больнее бесов, это тоже надо учитывать. Так что, что, поздравляю вас всех, вы попали в правильное место, может, кто-то после этого, когда мы закончим, скажет, Господь, мне это все не надо, я хочу, как, знаете, в одной песне, если будем верить понемногу, мы пойдем на небо к Богу. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но кто-то скажет мне, Господь, если это ты хочешь, используй меня, вот я, пошли меня. Господь, помните, стоит один Еремия, нет, Исайя, да, стоит один, а Господь такой, кого бы мне послать, как будто тут выбор такой, да, Исайя не расстреляет, вот я, пошли меня. Однажды, знаете, что я услышал, мне Господь сказал такую вещь, он сказал, сын, что ты можешь всегда сказать мне, что с меня хватит, ты можешь всегда соскочить с этого пути, ты можешь сказать, я не хочу, я хочу просто тихонечко христианином быть, там, циркушечка, постарушечка, то есть все, все, по чуть-чуть, ты всегда можешь сказать, отец, хватит, я больше не хочу вот такой жизни, хочу спокойной, и ты ее получишь, отец наш, нас не насилует, это наш выбор, почему будет награда победителя, потому что это был их выбор, если бы туда попал, вот эти уже руки скрутили, и пришлось победить каким-то образом, то, нет, это не награда, награда, когда ты добровольно, как он сказал, эти, говорит, спортсмены от всего отказываются ради венца тленного, говорит, а мы ради нетленного, неужели мы не должны больше посвящения проявить ради этого, так бегите, чтобы получить, поэтому мы учимся, будем учиться дальше, завтра мы пойдем немножко глубже, конечно, вот по духовному, вот этим измерениям пройдем, начальство властей, твердыни, врата, так что вы станете опасными людьми, когда сюда выйдете, вы знаете, что если ты идешь по улице, и у тебя у вас будет вот здесь висеть автомат Калашникова, вас сразу заметят, то есть, почему опасность идет, и вот к вам подойдут и скажут, что это, что это, а ну-ка, настоящий, а что это ты ходишь с автоматом здесь по улице, точно так же, если мы вооружены Божьими откровениями, нас заметят, ну, то есть, мы не сможем гулять с оружием, с мечом там, наперевес, кричим одно, сейчас расскажу, воин, он должен быть, ну, пьяный, я почему говорю, что пьяные, они от Духа Святого, они способны на безумные поступки, я понимаю, что мы в те годы так пили жестко, просто вот ситуация, вот сейчас вот я бы сел, подумал, что с ума сошли такое делать, ситуация, так, надо ехать в Старый Крым, у нас есть такой поселок Старый Крым, там самая первая мечеть, которая в Крыму, он же не всегда был исламский, руины первой мечети, едем молиться, едем, и с нами там православный батюшка напросился, в Реасе, харизмат один, православный харизмат, но он в Реасе с бородой настоящей, с крестом, в черной Реасе, ну, такой вот православный батюшка, только он очень всегда пьет Святого Духа, он говорил, ну, классный такой, отец Валерий, знаете, поехали, в общем, в общем, флаги взяли, у нас такой красный флаг с крестом, золотой крест, красный флаг большой, батюшка, поехали колб забивать туда, на руины мечети, а там уже, значит, руины руинами, но в 100 метрах уже мечеть стоит настоящая, ну, стоит современная мечеть, мы зашли, значит, флагами машем, в горь, трубим, но в рог, трубим, батюшка там что-то провозглашает, забиваем эти колья, туда, то есть, вот, как-то, 100 метров там, или даже 50, 50 метров мечеть, это руины, и тут мы с крестом, в Реасах, вот это вот, забили, ну, все, помолились, причастие сделали, и уже так, на выход, начинаем выходить, а там, когда заслужение шло, и оттуда, как вышло, человек 100 мужиков с бородами, у них закончилось служение, понимаете, вот как раз, когда мы уходили, и вдруг, я как-то картину такую представил, если бы они вышли чуть раньше, знаешь, наша, она угорожена забором, было, мы залезли туда, то есть, это не то, что там, кто хочет, ходит, и тут именно в Реасе, с крестом, что-то долбят там, понимаешь, в этом, и я бы, у нас бы просто, ну, неприятности были, но не думаешь об этом, вот, когда, ну, с Духом Святым, ты, ну, просто, второй раз, поехали молиться в Керчь, сняли микрофтуз, приехал, ливень страшный идет, ливень такой, именно косой, с ветром, ждем, что делать, ну, что делать, идем молиться, пошли молимся, мокрый, один, тоже взял, вот этот автомат, какой-то, Калашникова, такой, ну, он как настоящий, пульками стреляет, давай стрелять туда, в сторону России, что-то провозглашать, ну, в общем, безумие, понимаете, безумие, вот, за стороны мы забрали бы уже давно, но каждый раз Господь покрывал, то есть не было, у нас были, конечно, такие экземпляры, не наши, вот, барок Вася, и еще один там, брат Кирилл, залезли на секретную воинскую часть, в горах, молиться возле памятника Ленина, и он мне рассказывает, говорит, мы молимся, кричим, и, я говорю, умри, сатана, умри, сатана, и ты только слышен, руки вверх, а там стоит солдат уже в кустах, он не может понять, что это, секретный объект, а в колючая проволока не перелез на него, умри, сатана, и он их под конвоем повел, их спасло, что чей-то там верующих, чей-то родственник, начальник, он был, выпустили, не посадили, то есть воины, да, они иногда, ну, безумные вещи делают, но Господь, ну, реально хранит, главное, что они не ебать палку, не ебать, я когда-то ходил мимо памятника Ленина в городе, и подумал, буду молиться, чтобы ему молния поразила, чтобы его расколола на части, молния, а мне, знаете, что Дух Святой говорит, а поставят новый, ну, слушай, действительно, они же просто новые, отольют и поставят, надо молиться, не то, чтобы памятник разрушился, чтобы мышление поменялось людей, тогда они его снимут сами, сами законным путем, издав указ, уберут и скажут, нам не нужны эти вещи, вы знаете, что с дочкой идем, их же в школе сейчас учат, как бы новая история уже, ну, и учат, что вот, там, Ленин, там, убили царскую семью, и мы идем, она говорит, «Папа, это кто?» «Ленин». «Так он же убийца». Я говорю, ну, как бы да, а почему его памятник стоит? Я говорю, слушай, я не знаю вообще, ну, я действительно не знаю, что ей сказать, ну, вроде как да, вроде как всего убили, там, эту семью, он же, говорит, убил эту царскую семью, ну, как бы да, чушу, в общем, короче говоря, мышление должно меняться, и духовная война это один из путей, которые вот эти вот твердыни в разуме людей рушатся. Ну, это будем завтра уже обсуждать, сейчас, что переваривать надо, переваривать, размышлять, в любом случае, слово падает, а Иисус сказал, царство Божие похоже на закваску, а что как действует? Ты его положил, и пошла работа. То есть, что-то, я верю, да, конкретно этой церкви, этого города, у Господа есть планы. И то, что, ну, пастор, может, здесь он, да, или ушел, скажу тогда, он действительно молодец, потому что, он пусть, ну, он открыл двери. То есть, вы знаете, что для пастора это не просто, такие вот, как Дима Криковский, ну, просто открыть двери, потому что это учение, его мало кто принимает. Ну, не в том смысле, что они говорят, это плохо. Нет, это хорошо, но не у нас только. То есть, пусть где-то там вот они, а мы потом послушаем. То есть, это действительно смелый шаг, и я верю, это потому, что, вот, Бог ведет вас больше, как церковь. И я верю, что вы станете не только армией, но еще и царственным священством. Вот это священство под чину Мелхиседека, которое приходит после того, как Авраам победил царей. Не воинством, не силой, да, с рабами. Хорошо, пять армий царей, как вам говорят. И он дал Авраам, Мелхиседеку, из военных добыч. Дары. Так что, это все, все связано. Духовная война, и священство под чину Мелхиседека, они рядышком.